С давних времен земля и река ведут бесконечный спор. Вода притесняет берег, насильно взрезает его каналами. Но по пути на юг она несет с собой ил, который на зло море порождает новые земли. Теперь в этот спор вступил человек. Он решил подчинить себе реку, чтобы она служила его желаниям. Но вскоре понял, река несет бремя бесчисленных судеб и соединяет жребий человека с жребием звери, птицы и рыбы. У реки нет хозяина. Она находится лишь под временной властью разных существ. Мы изменили реку, а река изменила нас. Это часть необыкновенного приключения, которое началось очень давно. Ведь Миссисипи течет не только по земле. Она течет по американской истории и мифологии. Река – это неотъемлемая частица человеческого духа. Великая и древняя праматерь, источник жизни, кровь Америки. Команда «Кусто» на Миссисипи. Композитор и дирижер Пол Чехара Фильм снят при содействии Музея океанографии Монако. Фильм Жака-Эва Кусто и Жана Мишеля Кусто. Упрямый союзник. Миссисипи. Река берет начало на севере штата Миннесота в снегах. Команда «Калипсо» во главе с Жаном и Шелем Кусто готовится к зимнему погружению. Во время последнего ледникового периода, который окончился 9 тысячелетий назад, гора льда поднялась на 4 километра. А потом стена растаяла и превратилась в озера Северной Америки. Одно из таких озер – Итаскан. Вода, что дала жизнь континенту, теперь кажется безжизненной. Жан Мишель и его товарищи ныряют в подводные глубины и обнаруживают там царство сна. Лишь одно бодрствующее, но полусонное существо попадается им на глаза. Да, речной рак счастлив, что крупные хищники проявили милосердие. На краткое время ныряльщики оказываются заперты под ледяным сводом, но у берега лед потоньше. Им все же удается выплыть на поверхность к свободной воде. Выбрались? Точно. Надо же, сонное царство. По скользким речным камням ныряльщики выходят к мелкому ручью. Это и есть начало могучей Миссисипи. Лишь извивы этого ручья напоминают великую реку, выносящую половину вод континента в Мексиканский залив. Пройдя Новый Орлеан, что в трех с лишним тысячах километров к югу, река становится теплее и говорливее. В знаменитом клубе «Бурбон» все еще звучат отголоски джаза, некогда исполнявшегося в салунах и борделях. Негры и креолы вложили в эту музыку свои резкие голоса и свой характер, а потом их музыка облетела всю реку и весь мир. Джаз-банд провожает почетного гостя Жанна Мишеля и Калипса в долгое путешествие вверх по реке. Но Миссисипи уже не та, что во времена, когда первые вестники джаза хриплыми голосами распевали рэктайм и блюз. Теперь Миссисипи покорилась человеку и его многочисленным нуждам. На берегах ее построены дамбы, дно углубили, чтобы обеспечить проход судам, перевозящим в год полмиллиарда тонн грузов. Капитан Кусто обсуждает с Джерри Маккарти и Эдом Уинфордом опасное ремесло речного лоцмана. Лоцман по шесть часов проводит в рулевой рубке, и даже слова сказать не с кем. Потом шесть часов спит, и опять на вахту. Под Килем почти всегда большая глубина. Почему бы не срезать этот небольшой выступ и не сделать реку еще глубже, спрашивает Кусто. Длина реки три с лишним тысячи километров. Нельзя срезать все выступы. Естественный путь реки редко совпадает с планами человека. Военно-инженерный корпус, коему со времен промышленной революции было вверено управление водными путями на материке, учился методам проб и ошибок. Сейчас огромные драги очищают дно каналов, всасывают тыл и выбрасывают его далеко на сушу. В твердом намерении сделать извилистую реку, безопасной для торгового судоходства, инженеры постоянно сужают и выпрямляют реку в надежде, что ускорившееся течение само углубит дно. Люди ведут неустанную битву за поддержание уровня навигационной глубины. Благодаря работе драг реку бороздят огромные караваны барж, иногда по 40 на одном буксире. Даже мощные нефтеналивные танкеры проходят вверх по течению до самого Батон-Ружа, порта в 400 километрах от устья реки. Но путь Калипса лежит гораздо дальше. Судно должно покрыть почти 3000 километров судоходной Миссисипи вплоть до Сент-Пола и к тому же снарядить отряд на озеро Итаска. Название Батон-Руж служит напоминанием о французских первопроходцах, расселившихся по всей Миссисипи. Но город славен не только именем. Батон-Руж – это центр большого нефтедобывающего района. Здесь ежегодно наливают в морские танкеры полмиллиарда баррелей нефти. Среди промышленного ландшафта, окаймляющего берега Миссисипи, до сих пор видны останки бурного прошлого этих мест. Капитан Кусто вместе с пилотом Бобом Браунбеком садится в вертолет, чтобы пролететь над портом Натчис. В южном терминале лодочники вынуждены бросать и лодки, и груз, и шагать пешком сотни километров по знаменитой тропе Натчиса до таких отдаленных городов, как Нашвилл. Прежде путешествуя по реке, лодочники и шкиперы находили отдохновение в припортовых салонах и борделях. Но сохранились и дома более аристократического стиля, хотя жизни здешних аристократов давно пришел конец. Главное украшение пейзажа – вездесущий кудзу. Быстро разрастающийся кустарник был завезен сюда, чтобы предотвратить эрозию, но превратился в сорняк, бороться с которым куда труднее, чем с эрозией. Само время порой кажется иллюзорным. Капитан Кусто спускается на вертолете на посадочную площадку Калипса. Вскоре уже с мостика он видит сверкающий мираж из прошлого, один из так называемых плавучих свадебных тортов, которые до сих пор придают реке восхитительный вид. Кусто спрашивает Маккарти, для чего на корабле зажигают прожектор. Чтобы было видно Бакены и береговую линию Миссисипи, отвечает Лоцман. Пойно, давайте прожектор. Сейчас. Вывешивайте. На носу Калипса вывешивает прожектор. Он служит существенной подмогой во время ночной навигации. Флаг конфедерации добавляют к другим флагам, подаренным судну в знак дружбы и с пожеланием удачи. Удача никогда не помешает. Отец и сын Кусто понимают, что бесконечно меняющийся ход реки, внезапные водовороты и омуты свидетельствуют о скрытых изменениях, доставивших немало горе сотням судов. Даже Бакены иногда сносят с места, и потом их вылавливают специальные сотрудники пароходства, вроде Роберта Томаса. Томас сообщает, что нашел сорванные Бакены. Два черных, два красных, и еще четыре маленьких. Кусто замечает на датчике зловещий сигнал. Судно коснулось дна. Через некоторое время команда Калипса видит жертву коварной реки, баржу, выброшенную на песчаную отмель. Услышав предупреждение, все, кто собрались на мостике, тут же замолкают, ловя изменения в четких сигналах эхо-лорда. Следуя по извилистому руслу реки, Калипса движется на север. В кают-компании капитан сидит за ужином во главе стола с командой ныряльщиков, а также закаленным членом команды, четвероногим Юки. Вахтенные стоят на мостике день и ночь, следя за ситуацией по радиолокационному индикатору. В темноте судно село на мель. Наскочило на подводный перекат, повторив судьбу других незадачливых судов. Капитан Кусто немедленно приступает к чрезвычайным мерам. Прежде всего нужно бросить якорь в канале, чтобы освободить судно. Водолазов посылают обследовать корпус. В мутных глубинах ныряльщики обнаруживают небольшие повреждения киля, плотно увязшего в дне. Наконец, ночной мрак разрезает огонь прожектора. На выручку спешат спасатели. Они нас быстро вытащат, я уверен. Надеюсь. Спасатели умело подцепляют к судну буксировочные тросы, и через некоторое время оно свободно. На утро вся команда в приподнятом настроении. Можно и пошутить насчет ночного происшествия. Я связался с женой, сказал, что мы немного задержимся с прибытием в Сент-Луисе, рассказывает Маккарти. Она спрашивает, что случилось? Непредвиденная встреча с дном. Судно приближается к Вигсбергу, штат Миссисипи. Браунбек взлетает с палубы и летит над городом, за который шли ожесточенные бои во время Гражданской войны. Защищенный отвесными берегами в нижнем течении Миссисипи, Вигсберг стал жизненно важным объектом юнионистской стратегии, ключом к победе. Как ни странно, здание суда, возвышающееся над городом, не пострадало. Не в силах повернуть реку, генерал Уллис Грант послал свои бронированные канонерки в обход артиллерии конфедератов. Город был окружен и взят. В национальном военном парке Вигсберга молчат пушки конфедератов, как и солдаты, что сражались здесь. Бронированных канонерок, что взяли в кольцо конфедератов, давно нет. Но одну из них, Каир, все же подняли с одной реки, отреставрировали и выставили в мемориальном парке. Ее осматривает Кусто. У нее грибные колеса, длина ее 55 метров. Кушки тут настоящие, на тех же самых лафетах. Их закрепляли веревками. Кусто видит, что борта канонерки укреплены толстым листовым железом. Они прикрывали орудия на средней палубе и на носу, где стояли три орудия. Тоже есть прикрытие. Остальное судно не защищено. В остальных местах просто деревянная обшивка. И потануло оно всего от одной мины. Вертолет летит вниз по реке Завиксберг. Он обнаруживает поля самой распространенной культуры американского юга – хлопчатника. Хлопчатник был не просто отраслью промышленности, он был частью жизни. Он был жизнью черных рабов, грузивших тюки на речные суда и находивших утешение в джазовых рефренах, оглашавших реку. В клубе «Блюз Элли», где когда-то помещался склад хлопка города Мемфиса, штат Теннесси, 77-летняя Лора Дьюк с хрепловатым голосом исполняет блюзы. Память – молодость. «Блюз Элли» «Блюз Элли» Севернее, в Бонтери, штат Миссури, команда густов вступает в новые неведомые владения. Привыкшие к погружениям в открытых водах, нырельщики теперь обследуют затопленные шахты, где добывали свинец. В огромных подземных штольнях и штреках, откуда за сто лет было извлечено свыше 30 миллионов тонн свинцовой руды, все осталось так же, как в день закрытия. До сих пор прислонена к стене лестница, только подниматься по ней уже некуда. А вот вагонетка. Она словно ждет, что в нее загрузит свинец. Аквалангисты скользят по безмолвным подземным переходам и видят металл, ради которого все затевалось. Тонкие свинцовые жилы – некогда предмет чистолюбивых замыслов, а ныне полузабытой сновской истории формирования американской нации. Субтитры создавал DimaTorzok Жан Мишель наблюдает с вертолета за тем, как меняется пейзаж. Местность здесь тоже равнинная, как и в Южной пойме, но на плантациях уже не растет рядами хлопчатник, а раскинулись огромной шахматной доской поля Маиса – основной культурой Среднего Запада. Здесь во время ежегодного механизированного ритуала миллиарды бушелей кукурузы, пшеницы и других зерновых льются золотым потоком с полей в элеваторы. Потом зерно погрузят на баржи, и они поплывут вниз по великой реке, которая помогла вырастить этот урожай. Раньше здесь бушевали пылевые бури, ныне же равнинные шахты вновь стали мировой житницей и крупнейшей хлебной корзиной на земле. Над речной долиной нависает арка Сент-Луиса, огромного перекрестка дорог страны. Мэр города Винсен Шоймель встречает новых путешественников. Команду Калипса во главе с капитаном Кусто. Он вручает команде Кусто символические ключи от города. Калипса снова идет вверх по реке. За ней на фоне вечернего неба вырисовывается огромная арка, ворота на запад, в будущее, в воспоминания юности. Пока Калипса следует главным руслом к Сент-Полу, далеко на западе другая часть команды играет в ковбоев. Отряд на грузовиках следует Киллоустонскому парку и главному водосбору Миссури. Доминик Сумиан и его спутники отложили в сторону свои водолазные костюмы и учатся заарканивать бычков на ранче возле Пьера, в штат Южная Дакота. Повторяя путь следопыта, торговцев пушнины и поселенцев, команда Калипса спустится по Миссури, самому длинному притоку Миссисипи от водохранилища в Йеллоустонском парке. В зимнем Йеллоустоне теперь пусто, нет туристов, лишь коренные жители, которые не любят незваных гостей. Снежный баран угрожает Доминику своими внушительными рогами и копытами. Доминик благоразумно ретируется. Самолет-амфибия прибывает к лагерю в верховьях реки Галатин на окраине парка. Доминик выводит лодку на сушу, где Жанна Мишеля встречают ныряльщик Дон Санти и другие коллеги Ксавье Демье, Филипп Морис и Боб Браунбек. Пейте кофе вкусный, горячий. Лодку приготовили? После краткого обмена новостями команда Кусто быстро сворачивает лагерь. В непромокаемых костюмах они спускаются по самому опасному участку верховьев, Миссури, Галатин. и филе еще не копыки. Субтитры подогнал «Симон» На развилке речных дорог в штате Монтана, где реки Галатин, Мэдисон и Джефферсон вливаются в Миссури, исследователи пересаживаются в мощный зодиак. По воздуху, по воде и по суше команда продолжит спуск по Миссури. Ей предстоит обнаружить, что река сильно изменилась с момента первого обследования ее Льюисом и Кларком в 1804 году. Но кое-что осталось неизменным. Прохладным осенним утром люди отправляются на охоту. Зная их азарт, фермеры принимают меры предосторожности. Лошадь Многие охотятся на крупную дичь, на оленей. Но окрестности оглашаются и перекличкой уток и гусей, собирающихся улетать на юг. Однако крякают не только утки. Охота выдалась удачная. Отец и сын направляются домой с полными ягташами. Но собаке не всегда удается отыскать подраненную птицу. Это создает немало проблем. До сих пор широко используемая свинцовая дробь доставляет немало неприятностей хищникам, орлам, например, которые часто проглатывают ее вместе с покалеченной птицей. Барбара Уокер, научный сотрудник Университета Миннесоты, координатор программы по спасению хищных птиц, излагает Доминику и ее суть. Наша программа включает в себя около 350 хищных птиц. И судя по крикам, которые мы сейчас слышим, они сидят где-нибудь в лесу или по берегам реки и не могут взлететь. Поэтому мы их ищем. Его подстрелили, спрашивает Доминик. У птицы повреждено крыло. Все станет ясно после рентгена, но, судя по всему, ее ранили из обреза. Доктор Патрик Рэддих лечит подранка в птичьей клинике. Проблема в том, говорит доктор, что почти каждый день они проглатывают одну-две дробины. Дробь остается в желудке от 12 до 16 часов. А через день они глотают новые дозы свинца. Он оседает внутри, и у птицы наступает отравление свинцом. Лечение очень длительно. Для полного выздоровления требуется от 4 до 6 месяцев. Некоторые птицы, например, вот этот молодой лысый орел, так до конца и не поправляются, чтобы можно было отпустить их на волю. Но многим везет. Они выздоравливают. Вот эта взрослая самка лысого орла попала к нам месяца 4 назад в очень плохом состоянии. Мы долго ее лечили, теперь она уже достаточно окрепла, и мы проверяем, хватит ли у нее сил, чтобы лететь на волю. Пленница до сих пор не может привыкнуть к новой жизни, но скоро она снова будет парить на свободе. В верховьях Миссисипи Калипсо попадает в эпоху легенд. Капитан Кусто летит на разведку и с высоты обозревает панораму, которой не могли полюбоваться прикованные к земле пионеры, которые двигались на запад не только в пространстве, но и во времени. Здесь рядом с аркой Сент-Луисом Миссури соединяется с Миссисипи, знаменуя начало великого пути, приведшего к открытию северо-запада Америки. Это город Ганнибал, в котором Марк Твен воспел эту реку и неугомонную грешную юность Америки. Года невинности, когда каждый день был праздником или катастрофой, а главное – открытием. Капитан Кусто посещает музей и рассматривает фотографии пароходов, которые водил по Миссисипи Марк Твен, служивший на реке Лоцманом. Во время короткой экскурсии почетный посетитель музея видит в его экспонатах далекий мир Миссисипи, который и поныне живет в книгах Лоцмана Марка Твена. Это лицензия Лоцмана, позволявшая ему водить суда из Нового Орлеана в Сент-Лоис. Вы знаете, ведь он родился в год кометы Галлея, говорит Кусто, и умер в год ее возвращения, он предвидел это. Этот оркестрион принадлежал Марку Твену, он играл на нем. Кусто тоже хочет поиграть. В северных лесах деревья теперь валят машинами, но легенды говорят о том, что лес вырубали люди. Пол Баньян и малыш Голубой Бык повели в чащу лесорубов, и расчистили ее под пшеничные поля. Из вырубленной ими древесины были построены Миннеаполис, Сент-Луис, Канзас-Сити, Амаха и десяток других городов, разбросанных по всему западу. До сих пор лесорубы устраивают здесь подобные конкурсы, и проигравшему приходится не сладко. Ну что, хочешь попробовать? Конечно, хочу. Доминик, собравшись с духом, лезет на бревно. Доминик, собравшись с духом, лезет на бревно. Баньяне, собравшись, Холодно. Доминику вдвойне досадно от того, что даже собака может устоять на бревне. Явление из прошлого лишь отчасти иллюзия. Это не тот первопроходец Лассаль, что три столетия назад путешествовал вниз по Миссисипи, заявляя, что все приречные земли принадлежат Франции. Сегодня роль Лассаля исполняет Рейд Льюис из Чикаго, который когда-то вместе с братом Кеном водил целую флотилию Каноэ путями первопроходцев по Миссисипи до Мексиканского залива. Для Льюиса эта роль не просто игра, а возможность вернуться в прошлое, снова ощутить его реальность. Порой старые предметы помогают воссоздать будущее. В лаборатории армейского инженерного корпуса Виксберга капитан Кусто зачарованно смотрит на макет, позволяющий проверить в действии систему шлюзов. На своем пути Калипсо пройдет не менее 39 подобных шлюзов, которые сделали Миссисипи гигантской лестницей, тянущейся от Сент-Луиса до Сент-Пола и Миннаполиса, имеющей высоту 120 метров и длину почти 1000 километров. По шлюзам проходят большие караваны барж, иногда по 5 судов в 3 ряда. Их поднимают огромные массы воды, более 20 тысяч галлонов в секунду. Все это входит в обширную систему управления рекой. Система разрабатывалась 100 лет, причем этот период отмечен яростными стычками и столкновением интересов. Пройдя около 3000 километров вверх по течению, Калипсо наконец достигает своей цели – городов Сент-Пол и Миннаполис. Эти города путаны сетью железных и шоссейных дорог, отобравших когда-то у реки большую часть торговых прибыли. Калипсо стала для многих символом заботы о природе, поэтому ее тепло встречают по берегам толпы людей. Альбер Фалько ведет судно в Санта-Крус. Фалько и штурман Трини ищут чистую воду, чтобы заснять подводную жизнь. И видят приближение обычной опасности для осенней навигации, дрифующей массы тумана, что в секунду сокращает видимость до нуля и вверяет вождение судна его радиолокационной системе. В тумане мимо проплывают суда-призраки, скелетами высятся впереди мосты. При появлении Калипсо, как и других крупных судов, их разводят. Наконец корабль выбирается из тумана. Жмурясь от солнечного света, исследователи на борту ждут сигнала к погружению. Словно движущиеся созвезды огней на фоне темнеющего неба, появляется перед подводной камерой стая небольших рыбок и тут же исчезает. Потом среди водорослей и затонувших стволов на дне возникают избранные представители семейства зубаток. Они подкарауливают речных раков и прочие дрейфующие в воде лакомства. Многочисленные и стойкие, порой невидимые из-за камуфляжной окраски виду зубаток процветают на Миссисипи. Подобно форели и другим видам рыб, их разводят в рыбных хозяйствах. Субтитры создавал DimaTorzok Но среди богатейшей речной фауны веслонос остается, пожалуй, на особом положении. Сегодня он сохранился лишь в бассейне Миссисипи-Миссури, а его единственный родственник обитает в Китае, в реке Инзи. Веслонос плавает с открытой пастью, втягивая планктон и мелких ракообразных сквозь жаверные прорези. Назначение весла до сих пор не установлено, хотя история этой рыбы продолжается уже 75 миллионов лет. И в самом деле на реке, претерпевшей невероятные изменения, веслонос, как видно, оказался достаточно стойким, чтобы пережить их все. Вернувшись, ныряльщики размышляют о том, что встретили, по всей вероятности, самого древнего жителя Миссисипи. В Каокии, близ Сент-Луиса, в Эмералд-Маунде и других прибрежных городах капитану Кусто показывает цитадели, древнеиндейской культуры, процветавшей до начала 15 века и соперничавшей с цивилизацией майя, инка и ацтеков. Эти крепости приподнимали правящую элиту над остальным народом. Как многие до и после них, они пытались заполучить статус бога солнца и порой воображали себя богами, не ведая о грозящих опасностях. Миссисипи и поныне течет мимо тех крепостей, но древних народов уже нет. Большинство индейцев считают себя не богами, а смиренными детьми природы. В Ислейке, Северной Миннесоты, индейцы Чипева поныне собирают урожай дикого риса, как было принято у них из поколения в поколение, и верят, что, поклоняясь растению, сумеют собрать лучший урожай. Осторожно наклоняя стебли в каное одной палкой, избивая зерно другой, а не за день, наполняют каное доверху. На близлежащем озере Итаска, индеец Эрл Найхольм рассказывает Доминику, как индейцы представляют себе этот мир и свое место в нем. Повсюду живут духи, не только в воде, но и в земле, в скалах, в деревьях. Мы верим, что все священно, и воды Миссисипи тоже священны. Индейцы в этой местности всегда знали, куда течет река. Она течет в океан. Фильм озвучен студией ИНИС по заказу «Союз Видео». Фильм озвучен студией ИНИС по заказу «Союз Видео». Фильм озвучен студией ИНИС по заказу «Союз Видео». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok